Продолжение следует... 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 А кто-то говорит, я билял на 15-й не было, я на 15-й потеряю, я не буду, так что, видите, веду так, что, новостей особо у нас нет, все благополучно, Артем, который этот, был странник, отзвонился, что доехал до дома, все, до дома доехал, мне позвонил, я ничего не разговаривал, не спрашивал, доехал, доехал, и все, меньше знаешь, меньше спросится. Тем более разговаривать, если он звонит, еще ничего, если ему позвонить, то если поговорю, я там, там, другой совсем, у них какой-то оператор там другой, поэтому очень накладно сразу делается. Теперь у меня получилось все тоже с мобильным, надо пойти разбираться на сегодня что-то, было у меня 15 рублей в сутки, это самое малое, ладно, сейчас смотрю, было 22 рубля стало, 22 рубля, откуда? Ну, там, Наташа зашла, 2 рубля там сбавила, какие-то призы, еще 5 рублей, откуда? Услуги. А? Какие-то услуги вам? Ну, какие-то услуги, это там, какой-то клуб говорит, что, да, я ничего не в какое, ничего не просил, никуда не вступал, ни в какие-то, ну, не надо, мне только разговор. Я даже, и смс-ками не пользуюсь, мне нет смс-ок, ни смс-ок, ни интернета нет, на телефоне ничего нет. Батюшка, это вам нужно в центральный офис Билайна. Вот я сегодня пойду, наверное, завтра, наверное, верно, я завтра остаюсь, мне завтра в больницу, хотя в поликлинику, это может быть, да, вот, Виктор Андреевич. Смотрите, можно сегодня прям заехать, я знаю, куда я... Да, я знаю, там, напротив, ну, не кольцева, да, да. Я знаю, где-то. Так, а мне какие вопросы? Да нет. Никаких нет, ничего? Нет, слова. Ну, все, там, занимайтесь, да. Батюшка, там, берите, берите тариф, там, называется, семейный, 900 минут, 15 часов разговора. Сколько там, 700 рублей? Ну, 700 рублей тоже, 700 рублей мне даже, я не знаю, здесь такой, чтобы... У меня бывает несколько дней, даже ни одного звонка я не делаю. И сколько позвонил, столько заплатил. Ну, это посекундное, тогда будет у вас, да, тогда будет. У меня тариф 5 рублей, и то, если ты звонишь, 5 рублей в сутки, без интернета. У меня был такой, это я здесь уже, я, это, подался. Был у меня такой тариф, было, это 4 рубля. Ну, это давненько было как-то. И они, вот, знаете, вы, как наш, там, этот абонент, долго мы вас, кстати, любим, там, и вам только это предлагаем. Вот вы, вот, это сделайте, вам будет. Исключительно для вас. Уговорили меня тоже. И я никогда на этой, как, я не знаю, что мне подтолкнул, нечистый какой-то. Ну, ладно, сделайте. Ну, и вот они сделали там. И меня так же точно. Пошло. Где-то там кто-то заботится о нас, как бы нам лучше, думаешь. А сколько раз уже думают, да нет, не может быть, чтобы кто-то заботился. Вот, скидки, большие говорят, скидки делают. В магазине люди все, а до этого, вот, они, посмотрите, сколько раньше-то... Наращивали цены. Наращивали, а потом сейчас скидки делают они там 15, 20, 30 процентов, даже кто-то 50 будет его процентов. Ну, не о людей уже не заботятся. Это ясно, чтобы себе прибыль была. Не в учеб себе никак. Это всегда так делают. Что там говорят? Так, ну, ладно, что, занимайтесь тогда. Раз нет вопросов никаких. А, Сверина, на тебе книгу эту. Тебе. Разберешься там на последних страницах. Очень полезно тебе. Ладно, все. А болящих, Татьяна Казмична. Так никто не звонил. Все те же, в общем, Нелли Алексеевна только позвонила. Брат Владимир сказал, что звонила Маргарита, сказал, что она пойдет в другой храм из-за непогоды. А Эрдакия, это что такое? Умерла Эрдакия Титовна, помните, у нас была? Потеряешь. Потеряешь. Приезжали давно еще. Потеряли. Потеряли вы? Потеряли вы, да. А когда у меня? Уже месяц. Уже месяц. Узнаю, что ли. Что узнал-то? Ну, вот еще хотели, это, был батя, что вчера причащал Анну Кузьминичну и Марию Яковлевну. Ну, все, слава Богу, они бодренькие такие. Любовь Петровна как? Приходили бы сюда, в воду. Любовь Петровна не была. Она в Никольской. Она в Никольской. Входит в Никольской? Входит она в Никольской вроде. Любовь Николаевна, вот не знаю. И она на звонки не отвечает. Ну, не отец, да. Анякова Николаевна ухаживает за больной, она вообще не может от нее отойти. Она легко прахнет, чтобы ей помогли, чтобы позволили ей, чтобы в субботу, в воскресенье, ходить в храм, но не получается. Кто-то ее прямо так привязал. Да, она прямо из себя. Да, это она сама себя привязала-то. Батюшка ее не разрешил, он сказал, что не ходи, ты уже сама немощная. Он запретил ее. Она не послушалась и пошла, ей это не надо, он сказал. Да ничего, всякого овоща с вами уничтожила. Не овощи, но он ей ее сказал, она не послушалась его. Не овощи, но надо будет разобраться, поговорить с ней, насколько это необходимо. Может, это необходимо из-за того, что негде жить? Она живет там, она ее. Где? У них столько у них есть. Ну, если есть, значит, надо. Даже ни у кого нет столько. Ну, значит, надо тогда и поговорить с ней, поговорить и все с ней. Только не одна, а кто-нибудь вдвоем, втроем. Мы говорили втроем уже с ней. Батюшка сидела, я, потом еще, мы втроем. Он ей запретил, а она не послушалась. И это вот, ты что сказала, это вообще не надо было говорить, что-то. Ой, еще, простите меня, от Нины поклон вам всем низкий. Все так вроде, ну, молитесь за нее, у нее давление прыгает очень сильно. Так, и обывание сказали, что у него там какие-то дела, и он остался... Нет, за рейс, рейс отменили до снегопада. Ирина, я не спала с нами. Смог приехать, я не спала с нами. Смог приехать, я буду съездить. Съедем, а на нас в один суток. А? А? Здесь, у нее был зачет. Батюшка. Он, где-то, патюшка. Я не знаю, где она, но там, что же мы узнаем. Он здоров? Да, уже. Он здоров. Он зачет на пятерку сдал. Молодец. Микробиология какая-то или что, да? Это сложно. Как у вас учебы? У меня тоже был в субботу зачет, и я еще не знаю результаты. Мы строили изделие и на себя его садили. Ну, ты как надеешься на положительные результаты? Ну, у меня вроде все село. Вот вроде, опять вроде, из ключей это слово. Не с первой попытки. Это у вас в семье такое вот слово, паразит. Мы с первой попытки, очень как всегда, у всех, но... Я надеюсь, старалась. Сделала как надо. Дай Бог. Соможи, Господи, тебе. Дайте это заменять. Президент еще не знаю. Как у тебя? Да все слово было. Так, комиссия там больше не собирается к вам? Пока нет. Не было какого, да? Ты чистоту наводите. У Нестора как? Учеба? Где Нестора-то? Он вышел. Он только что был. Как дела? Нормально? Троек нет? Ну, бывает, но редко. Ну давай, чтобы вообще не было троек. Ну что, ты же такой умный мальчик. А что там с приставаниями? Пристают те пацаны? Нет? Нет. Поговорили что-то с ними наконец-то? Так, ну, это редко. Моя мама Валентина Олефьевна передает всем поклон и благодарение за молитву. Ждем ее, ждем. Окно поставила? Окно за полторы тысячи. Просили 25 за полторы тысячи. Скидка. Скидка сделала? Это сын сделал скидку. Да еще и не поставили по ним, а подремонтировали, да? Подремонтировали. Бой здесь мошенников. Ремонт 25 тысяч, говорит. С пластикового окно. А ладно, за 10 скидка. А на самом деле полторы скидка. 10 с половиной до с половиной. Когда тихо начать? Тихо. Время идет, и за каждую минуту нам придется отвечать. Есть такое стихотворение. За каждое в жизни мгновение. За каждый потерянный час. За мысли, слова и движения ответа потребуются нам. Что скажем в свое оправдание. Что скажем в защиту своей. Найдется для нас сострадание. Найдется ли нам место в раю? Почему так напряженно надо молиться? Вот я сегодня еще раз посмотрел. Молепослов. Мелким шрифтом выпущено. Алексеем Первым. Просто Алексей сказал, не знал, что будет делать. И начинает молиться. И дальше в скобочках. Остановиться. Размыслить. Погасить все чувства земные. И тогда начинайте молиться. Это ко всему молитвослову. Сейчас я не вижу таких. Вот это нужно. Остановиться. Остановиться не значит лезть куда-то за лезть. В берлогу лежать. А научиться смотреть. Вот то, что скажет, сразу хватается за это. Я в прошлый раз говорил о том, чтобы просить у Бога дар развлечения духов. С какой целью это было сказано? Кем? Чего они этим хотят? Вот мы видим, когда читаем Евангелие, стража внезапно почувствовала что-то не так. Мы можем только догадываться, как было. Ангел, небожитель, он как молнию, видимо, сверкнул. И воины, римские воины, завоевавшие весь мир тогдашний, они пали. Опомнились, побежали. Камень лежит великий. Кто его отвалит? Ангел отвалит. Вот тут те, которые стражу поставили, сказано было, у вас есть стража, вы охраняйте. Вот тут беспокойство началось, что же делать? Этот обманщик, это Христос, говорил через три дня о воскресе. Иисус говорил, выше всех чудес, чудо, которое было Сионом пророком. Сионом. Три дня ващили кита. Вы понимаете, мы так привыкли это все читать. Три дня. Было такое, что кашалот, у которого глотка большая, там, говорят, шлюпка заедет. Были такие, были. И кита убили, и затащили. И прошло где-то, ну, может, полчаса. И вытащили, как разваренное мыло этот человек уже. У него там бочка кислоты, куда ты погружаешься. Он же не жует, у него заболевания нет. И вот это чудо, Господь сказал, и не даст, кроме другого чуда. И вот эта молва понеслась дальше. Деньги, деньги, деньги. Где эти деньги? Где эти воины? А сегодня раздувают дальше и дальше. Но мы точно знаем, это ложь. И когда говорят, что ложь, научитесь сразу относить все к Евангелию Атияна 8.44. Дьявол лжец и отец лжи. И когда лжи верили иудеи, и ложь распространяли, это богоизбранный народ. Христос пришел к своим, на свои не приняли. И он говорит, ваш отец дьявол, Богу и Егоре служили от времен Моисея. Прямо открытый, напечатанный, написанный от других закон. Первоначально скрижали, Бог дал, написал. И вдруг отец дьявол. Так кто никто, никто не замечал, что сажусь, молюсь за стол и не Богу, а дьяволу. Дочь выдаю, прошу милости от Бога дьяволу. Иду в храм, молюсь. И никакого храма оказывается нет, все дьявол. А как так можно? Ну, это еще сказал не Павел. Хотя это слова истины были. Он сказал сам Христос. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийцей от начала. Он отначал отца змеи, наставил, выбил человека из числа бессмертных. А потом Каину навешал. И вот уголовная статья. Недавно мне по интернету задают загадку один. А скажите, какой человек однажды сумел уничтожить четверть человечества на земле? Один человек? Я быстренько метнулся. В эту войну было 56 миллионов. Да не было это. А потом подумал, а, вон я. Я говорю, такая она убила. Их всего было четверо. А одного убила. Четверть убил. Так, а что дальше было? А вот эта Каинова порода, она живая. Она распускает слухи. Она убивает всякая ложь от дьявола. Вот надо научиться это. Житие Макария Александрийского, не египетского, Александрийского, говорит о том, что когда он увидел дьявола, и спрашивает, куда идешь, он говорит, как куда? Литургии начинаются? Литургии. Разные тащат приборы. Чем он действует на людей? На литургии? Он говорит, ни одной нет без меня. Ну, конечно, он лжец, может солгать, но однако. И дальше показывает уже. Люди причащаются. С причастием. С принятием Христовых тайн. А в это время в храме черные эпиопы. Носятся и в рот людям утонкает уголь. Покажем причастие. Незрима ангельской рукой возвращается в Алтарь. Почему? Неподготовлено. Сегодня придумали. Причищается счастье. Исповедуется. Россия, когда русские люди приняли из Греции, то было только четыре раза посты. Четыре раза. Знатоуз говорит, не одобряем. Ни частая, ни редкая. А готовность. Как ты готовился? Как жил? Почему вот преграда еще священник? Да ладно, он нас знает. А где-то рукой махнул ее. Общая исповедь. Анкараштадский такой соблазн подал. Подряд все идут. А сейчас за школу где отменили. И поэтому многие больные, немало умирают. Кладбище. Мы не знаем, какие болезни. Но одна, самая явная уже прописанная, недостойная причищение. Оно наполняет морги, наполняет поликлиники, больницы, наполняет кладбище. Я немного мест писания говорю, только одно пока. Значит, дьявол знает самое главное чудо воскресения Христа из мертвых. Ибо не было. Но евреи не сказали, что его не распяли. Как не распяли? Мы его вчера распинали. А ты что? Да плевал на него. Но и распяли. Я видел, как воин ударил копьем из стекла, уже разложившаяся кровь, разделяется кровь и вода. Это означает, ну, экоциты там, что там, эритроциты, все это разделилось уже. У мертвого разница есть. И ты видел? Да, видел. Значит, сказать, что его не распяли? Никак. Проходит шесть столетий. И сегодня два миллиарда людей, не миллионы, не тысячи, верят, что у них написано в их священной книге. Он не умирал. А раз не умирал, значит, ты не воскресал. Но мы его чтим. Он на небе его взял. Просто Бог. Все так. Больше дьявольской лжи не было. Обольстить миллиарды людей. Одним. Он не воскресал. Павел говорит, если Христос не воскрес, мы еще во грехах. И спасения нет. Я слышал такой, как бы, рассказ, когда дьявол увидел, что он несет с собой, несет, ну, разные приборы, там, где-то что-то, святыни несет, бросает. Человек находит благовидную причину выйти на улицу. Рукой провел по лицу, человек на службе стоит и падает. И несет большую тыкву. Он говорит, а тыкву зачем? А я перед человеком положу, он земной поклон не сделает. Он будет только стоять, как у стены плаща, как я назову сегодня постаробрящийский. Там поклон, вот. Поклон должен быть такой, чтобы рука достала пол. Колени не подгибают. Все и очень ясно. Берсеневские лески, вестники это говорят. Итак, дьявол-жец распространил страшную ложь. Как же? Мы же говорим, что он хороший. Он пророк. Нам не надо хорошего. Нам нужна правда. И вот у нас сейчас, каждое воскресенье, кто-то уже знает это, в 4 часа мы собираемся у мониторов своих, краткое назидание, и все входим в себя трулетку. Было 2 человека, 3, 4, наверное, уже 5. Надо, чтобы было больше. Мы одновременно входим в себя трулетку. Она почти вся мусульманская. Процентом 90 мусульман. И вот сейчас материалы у нас выставляют в нашем содружестве где. Сильные материалы. Очень сильные. Много работали люди среди них. Доказывают по их книге, как. В каком возрасте он женился. 45 лет, а ей 6 лет. Другой говорит, не 6, а 9. Который защитник его, говорит, ну 9 лет и 45, разница же большая. Ну 9-то лет, ну какая? Кто у нас тут 9-летняя-то? Вот такая. Вот так еще и на 6 лет бьют. Зачем нам это нужно? Это их книга. Я прошу быть очень внимательным. Вот у нас нет сегодня человека, который все записывал. Больше не приходят так. Послушал мимо ушей. Кто такой у нас один все время записывал? Любовь Николаевна. Кто? Любовь Николаевна. Именно так. Видите, она оставила память. Она грамотная. Если я не ошибаюсь, она с красным дипломом закончила медицинский. И она у ней шохит преподавала. Когда он приехал, она ему сказала еще это. Она служила много лет в милиции врачом. У нее опыт очень большой. Я говорю о том все не случайно. Она записывала. Так вот. Самые хорошие миссионеры, среди мусульман были которые, они оставили какие-то труды. Разбирали по частям. Вот там сказано так-то. А у них не главы стихи, а суры и аяты. Сура такая-то. Там 112 сур или 114. Они два варианта есть. Как у Талмуда. Я все это прошел. Смотрел. А теперь вот уже 8 месяцев. Я ежедневно. Я не знаю сколько, но раз 20 встречаюсь с мусульманами. Каждый день. Каждый день. Притом записываю. И у меня роликов уже около 500. Это в основном беседа с ними. И все время молюсь, Господи, где самый простой путь до их сердца дойти. Ну, сказать, сегодня есть православные миссионеры, такие, которые работают с мусульманами, как отец, священномученик Даниил Сысоев. Нету. Просто нету. Есть, которые там встречаются, как мы такие вот. Ну, вот я подбил итог. Кстати, сейчас я и встал перед вами. Надо записать. А вы не запишите. У вас еще и нету. Эта наработка у меня полувековая. Полувековая внимательной работы с самыми лучшими. Я здесь такие по-еврейски габраисты и исламисты, которые работают. Переводчики. Каждое слово вникает. Как по-арабски звучит. И наши есть люди, которые начали этим заниматься. Это здорово. Но это только частная дома с тем, который ищет мусульманин. Ему надо показать там, что сказано. А этого нету. Вот представьте. Передо мной проходит 750 мусульман. И только один смог прочитать три слова по-арабски. А по-другому не разрешается. Это еще похлеще нашего церковного славянского. Я говорю, вот показываю на этой стороне Коран. А на той стороне по-арабски. А что? Он не может. Я говорю, баран. Ты такой же, как мы, пешка. Столбушок стоит, куда меня ничего не понимает. Ревности огня нету. Я их побуждаю. Пока. Вы знаете свою книгу. Это ваша священная книга. Ваша. А только показываю. А у меня Библия лежит. Я ее показываю. А он видит. А это не наша. Я показываю сразу Коран. Во. Это во. Наша. А что написано? Не знает. Он знает Аллах Акбар. Всевышний дал. Все. Больше нет. Бог один. Ну, там свинью есть нельзя, может быть, два-три момента. Я хочу сказать. Вот. Моя наработка. Сура пятая. Запиши. Кому-то дашь. Повторяю. Полвека я самое лучшее отбирал. И, наконец, пришел к абсолютно точному. А может, у нас еще что-то будет? Не думаю. Думаю, что я дошел до самой вершины. Пока нигде возражения нету. А у людей, что до этого было, они понимают, руки опускаются. Запомните. Первый пункт. Никогда с мусульманами не произносите три слова. Три. Это называется табу. Запрет. Аллах. Их пророк. Мухаммад. Коран. Вот все в этом. Не надо. Ты найди другие слова. Автор вашей книги. Если вы говорите о нем, основатель вашей религии. Не называйте. Прошу. Вы их не знаете? Это воины. Это люди смелые. Вот когда там они их прижали здесь, они сразу сказали Путину и другим правителям мира. Мы готовим пять тысяч смертниц. Пять тысяч. У которых мужа убили. И они опоясываются взрывчаткой. Теперь она руку одну держит там, как будто просто так. Теперь она замыкает концы и рвет. Едет автобус, который возит здесь у нас не аэропорт, а продают билеты где, на Октябрьской площади, подальше маленько. Едут работники. Свой автобус. Смена едет. Там 28 человек. 30. Женщина стоит. Шофер, говорю, сказали никого не брать. Ну же ты видишь, женщина стоит. Такое положение не может никак. Ну дойдет, найдет. Остановили. Она только вошла, в середину вагона замкнула. От автобуса ничего не осталось. Все до одного погибли. А она коронована Кораном. Ее взять нельзя. Взяли одну случайно. Там не сработало. Теперь с ней работает. А выхода ей никакого нет. И она погубила самого лучшего, кто разминировал в Москве. Майор один. Фамилия им все указывает. Амистигнеев какой. Там, конечно, сколь большая была. Он безошибочно работал. А тут все. Что-то не ладилось. И пошло не так. И оно взорвалось у него в руках. Сура, пятая. Глава пятая по-нашему. Глава пятая для нас Нагорная проповедь. Легко запомнить. И аят стихи. Сорок семь. Шестьдесят шесть. Шестьдесят восемь. А их стихов бывает больше ста. Как у нас сто восемнадцатый псалм. Не надо. Но это можно три. Три стиха можно. Не заучить. Но знать о чем. Больше ничего не трогайте. Ничего не доказывайте. Ни надо. Они не знают. Один просчитал. И еще на той стороне. Это написано. Он так считает. Аль-Манят. 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 Тут написано Коран на русском языке. Там ничего и нет. Здесь оно по-русски. А там по-арабски. Я его достал нигде-то в Йеменском посольстве в Москве. В мусульманской стране. Мне приходилось однажды говорить слово. Где имамы, мулы. Полное собрание их. Как говорится. Священный сенот. Договорились за то, что они признают Христа, пророк. Один-то сидят, щетки перебирают. Старики. Только что вернулись там из Мекки. В Медине были. Это у них. Это не то, что у нас. Тут Корабейниковская. Настоящая. Какие пещерская лавра. И у них какое правило. Если он в толпе в этой шел. А потом они камнями побивают сатану. Такое обычное. Ну, кому-то заедут. Леща идет. В тысячах. Которые со всего мира снижаются определенный день. Сердце схватило. А трасса большая. Он переходил. А дорога-то большая. Движение туда-сюда. И где упал. Все кончилось. Это место. Ни одна машина не проедет. Теперь на этом месте могилы. Знак. Ну, можно пять метров. Может быть, сейчас и делают. Но так и было. И поэтому. Все время теперь будут объезжать. О, это паломник. Это Аллах признавал. Я с вами говорю. Чтобы вы знали, о чем я говорю. Три аята. О чем они говорят? Там называется так. Люди Писания. Воскязательно. Люди Писания. А что тут? О. Ян Затаус берет название Деяния апостолов. И Деяния апостолов расшипровывает шесть проповедей. На заголовок. Шестая глава, первый стих пророка Исаиев. Видел я Господа в год смерти царя Озии, сидящего на престоле Высоком Превознесенном, в крае Росния Павла. Один стих. Где-то шесть или восемь проповедей. В год смерти. Я читал. Я это наизусть знаю. Но у меня мысли не было, что там что-то заложено. Когда Златоуст раскрыл, я увидел море. Поэтому он и Златоуст. Так вот здесь. Люди Писания. Они нас называют. Нас и евреев. Нам дан Ильжил. Ильжил не Ильжир. Ильжил. Это означает Евангелие. Оно упоминается в эти стаканы. А им это от того рехта какой-то называют. Это Тора. И они нас называют Люди Писания. Я теперь это беру. Это у меня про мусульманство специально. Она сбирает Коран. Я говорю. Какая книга была? По какой книге назвали бы нас Люди Писания? Да никакой больше не было Библии. Остальное это временное. Люди Писания. Люди Писания одновременно христиан и евреев называют. Какая у нас общая книга? Ну Ветхий Завет. Еврейский. Новый Завет. Конечно и евреи. Но и елины получили что-то. Так. Люди Писания. Это к нам обращение. Я им показываю Библию. Смотрите. Они нас признали Люди Писания. Хотя мы такие, что и Писание-то некоторые у нас еще и Евангелие не прочитали. А дальше он говорит о том. Поступайте так, как вам Бог дал. И не жил Евангелие, ваш Господь как дал. И поэтому он начинает что-то говорить. Вот теперь я должен знать. Не его книгу. Мне ее не опровергнуть. И не надо это делать. Мне нужно знать то. Ну, я показываю Библию. Мне сказано по ней заниматься. Я и занимаюсь. Уважаемые. У нас написано так. Здесь во всех стихах говорится. Люди Писания. Вам ваш Господь дал Ветхий Завет и Новый Завет. Вы по нему поступайте. Все будет под вашими ногами. А почему сказано так? Мне не надо это даже думать. Оно написано. Я специально принес вам. Запишите. Это полвека я трудился над этим, встречаясь с ними. В Баку мы ездили, когда миссионерская поездка. В доме Мулы. Их на восхищеннике ночевали. Таких людей я больше не встречал. О, Мула разговаривает на шести языках. Найдите мне такого. Горбачев два университета кончил. Он ни одного языка не знает. Путин знает немецкий. Полковник КГБ служил там. Ну спроси его японский. Знает он? Парадки просчитает? Не знаю. Но думаю, зачем ему это? А жена разговаривает на четырех. Она университет кончила, а потом консерваторию. Вы знаете, я говорю о Самире. Самире означает собеседница. Среди христиан, может быть, такого редко встречишь. Пять раз на массу. Вот мы разговариваем. Пока говорили, я вернулся, ее нету. Я решил посмотреть где. Она быстренько на балкон. По часам смотрит молиться. Она вот стоит. О, Аллах. Как я рада. Отец Игнатьев приехал. Она не слышно. Отец Игнатьев приехал ко мне. Я не верю в это. Это ты, Аллах, устроил все так. Едем дорогой. Она там дала, чтобы другие сфотографировали. Сидим, я говорю, может сидеть с тобой рядом? Нет, ничего. Если это муж ваш? Не муж. Это отец-учитель мой приехал. Молодые ребята сидят на палочке. Ну, лет в шестнадцатом такие. Отец Игнатьев сказал, скажите им о Христе проповедь. Понимаете, мы уже переписывали целый год. Я говорю, так они знают. Не знаю, я тебя переведу. Пускай мне покажут где-нибудь. Кто-нибудь. Еще одну. Женщину такую. Прошло какое-то маленькое время. Опять ее нету. Я пошел на кухню. Она там на коленях уже. И опять Аллаха благодарит. Аллах для них это всемогущий. Всемилостивый. Всевышний. Все. Алле. Алле. Три. Аятов. Пятой главы. Больше ничего вам не надо знать. Не опровергайте ничего у них. Оберите и скажите. Мы признали этого. Нам этого достаточно. Они одобрили, что у нас святая Библия. Вот у нас лакование. И порчи не может быть. А теперь знаете. Почему не может? Господь говорит. Я бодрый, что и слово пою. Христос говорит. Небо и земля исчезнут. Ни одна черта йота не исчезнет. Тем более евреи. Переписывали. Говорят, они когда переписывали, то и сказали. Я говорю, а вы знаете, как переписчики делали? Особые люди, живущие в чистоте, как у нас тут, которые фросфоры пекут, они не замужние и тому прочее. Дальше. Определенное перо должно быть. Определенное чернило. Из какой телящей кожи пергамент. И как строчку написал, сразу ставит цифру. Цифру стоит. 24 буквы. Буквы. Следующий должен проверять. На каждой строчке в конце количество букв. Такого больше нигде нет. Вот тебе и массорецы. Из массорецы, как я фан затворник, говорит. Это оригинал. И если найдено было две ошибки, а уже он пишет второй год. Закон гласил, свиток сжечь. Проверять больше не будем. Мы две ошибки там нашли. Две ошибки, а эта книга уже не нужна никому. Поэтому они дрожали. Если он пишет слово Бог, война. Говорят, преступник занял. Он не имеет права прервать, пока не напишет Бог. Букву Б написал, медленно выводи Бог. Ну, по ихному, как там положено. Это отец Геннадий Фастер. Все это открыл. Новая книга, вышли этюды. Вы меня услышали? Не встревайте ни в какие разговоры. Женщинам там делать нечего. Они пошли таким путем. Четыре жены разрешаются. А почему? Ну, если вы не даете, только у вас 44, то у русских-то. Но у нас, чтобы мужья не походствовали, поэтому им разрешено. Я говорю, так вы ворам разрешите, чтобы не воровали? Скажите, пять раз в день своровать разрешено, а шестой будет уже закон. У нас, говорит, две жены, его в храм поганцы не пустят. Он на отмечении будет. А тут официально. Вы разрешили грех. А это уже великий инквизитор Достоевского, братья Харамазов. Разрешим грех и спасем всех. То есть никого. И люди за смертью обрящут лишь смерть. Я важные вам говорю слова. Запишите, даже не понимая ничего. Вы будете говорить и скажите, пятая сура, 66, 68 и 47 аят. Говорят, что мы люди Писания. Вот у нас Писание. И одобряется, что у нас есть инжил Евангелие. Евангелие, говорят, он воскрес. А потом скажите. Не говорите, скажите, сделайте вставку. Мы это считаем для всех. Идите проповедуйте Евангелие всей твари. Но это не скворцам, не воробьям. Люди называются это. Ну были такие, которые, как Фомай, кажется, Кемпийский, кто там, Серапина, Медведю проповедует. Я голубям проповедую залажу. Они голову на бок и слушают. Слушатели, которые не возражают. Приятно. И когда мы это поймем, мы будем говорить. Теперь слушайте внимательно. Вот это вы должны знать наизусть. Открывайте Деяния, 2 глава, 47 стих. 4, 12. 2, 47 это о церкви. 4, 12 написано. И нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого имени. Больше ничего. Вы поняли? Нет. Это касается вас, касается нас. Если вы думаете другим путем, кто не щит сына, не щит отца. Второе место. Ну а потом просто откройте. Первое послание, я на второе. Там написано. Кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, суть Антихрист. И последнее, уже крышка закрывается. Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Если бы мы, Павел, все апостолы, или ангел с неба, будет благовестовать не то, что у нас выжили написано, да и будет анапима. И 9 стих. Как прежде говорил Павел, так и сейчас говорил. Кто проповедует не то, что мы проповедовали, мы апостолы, то есть то, что у нас написано. В Евангелии. Анапима, проклятие. Херем. Как они говорят. Все. Я поступаю по-своему, а нам Господь не сказал, идите обращайте. И проповедуйте. И это будет для свидетельств твоих, поведут к судям. Я должен сказать, а обращать это от меня не зависит, как Бог откроет. Он говорит, кому закрою, никто не откроет. А что проповедовать? Некоторые священники говорят, а у меня на это таланта нет. Я говорю, а ты дышай, дышишь воздухом? Ну а как же? А почему ты не говоришь, что это тоже талант? И при том большой талант. Большой. Если у тебя в ноздрях нет, а слово ноздри говорит, дыхание в ноздрях есть. Тортом дышит человек. Ты понял? И поэтому проповедь, это дыхание. А не так, что я уверен, пришел, причастился, нет. Огня нет, ничего не будет. Ну я хожу на стадион, покажи хоть одну награду. Вот он один сидит тут. У него полная комната разных кубки дают. А кубки для чего, я не знаю, что это. Посуду, надо было чашку собаку накормить. Вино пить, вино. Вино, вино. Ну совсем-то, не будешь домой. Он ездит везде. И у него этих кубков сколько? Здесь, в Алтайском крае, нет, Новосибирская область, какой-то Косихинский район. На меня один вышел по интернету и говорит, я пришел к специальному, к вам много людей приезжает, ко мне работников, посылайте. Я даю квартиру, хороший заработок и бесплатное питание. У него большое хозяйство, тысячи свиней, лошадей-то будут. И у него показал, вот так комнату провел, одни кубки, это из-за коней. У него ковни там на выставках. Я говорю, в Барнауле сколько раз был с конями. Хорошие работники. Ну наши могли бы потерять, и на зиму дать одного. Спрашивали, как вы, я не знаю, вышли, батюшка только звонил, узнай. Вот, какое дело. Если у нас есть желание что-то получить, надо бежать. Апостол Павел говорит, многие бегут на ресталище, на стадионе, но один получает награду. И так, бегите, чтобы получить. Не просто, я убирал, сел, и Евангелие, возгорит ревностным огнем. У тебя есть родственники? Дети, муж, это жена, говорить им о Христе. И ни один, ни два раза. Ни один, ни два. Вот вы знаете, у нас Маргарита здесь, Зверева сидит иногда, с тросточкой. Знаете? И они близко, на даче, рядом соседей были, с Чернявской. И как-то проходит какое-то время, а собирается, а это смотрит, поработать надо. Потом она не вытерпела. Они вместе с Иваном Семеновичем, он инвалид, ваги там прихромал. И она увидела, говорит, Саша, от Александра Ивановны, я не пойму, куда вы уходите все? Она говорит, как куда? Мы на занятия ходим в университете, и там человек один проповедует, они боятся сказать, что меня знают. Она говорит, я бы пошла, но нет. Я однажды услышал проповедь одного человека по радио, Игнатий Тихонович Лапкин зовут. Вот если бы он был там, я бы пошла. Она говорит, я туда и хожу, партизанка ты, да сколько ты, мол, потеряла-то я теперь за тебя. Это все написано в книге, в 15 томе. Она ей, как же ты столько времени не ходишь и не поделешь. С нас просятся. Понимаете, в храме сейчас человек вышел, по-крусски, возьми, никольски, вышел, но его нигде нет. Недавно мне один человек звонит. Я только что вышел в семинарии местной. Там, говорит, местный митрополит, вы его хвалите? Я говорю, удивительный человек наш митрополит. Я его своим зову. А я, говорит, как он на двери стоял, он распекает своих там священников. Я говорю, так он и должен смотреть. Я говорю, слышишь, он говорит, один Игнатий Тихонович сколько раздает Евангелие, вы скоро останетесь без пасту. Почему не подражаете? Митрополит. А митрополит, по-нашему, это генерал-полковник. То есть, его это коснулось. Он был сколько раз потеряем. У нас служил в прошлом году здесь, вот в этом храме-то. Молите Бога за него всегда. Чтобы Бог его сохранил. У него врагов много. К нам он благоволит, буквально, лелеет. Я снова возвращаюсь. Когда будете говорить, вот из этого, который я вам коридор показываю, не выглядывайте. Нам не надо доказывать, хотя бы на арабском вот такое слово-то так-то, там написано в таком-то падеже, это большие знания. Мы их не достигли, да ничего не даст. Почему я их книгу должен? Я беру, я ее одобрил. Вот эти три стиха. Ему приятно, да? Никогда не трожьте. Эти люди умеют постоять за себя. Я вам рассказываю простой пример. Ну, ты узнал, что у тебя жена изменила, что ты будешь делать? А что ты будешь делать? Ну, все, ну, что ты делаешь? Ну, помните, такая, вот стоит у колодца, она на скоромыслом, фильм такой-то. Ой, какая красивая девушка. Татьяна, сколько, наверное, парней? Да нет, меня уже сосватили. А кто? А ты его видела? Ну, я видела так. Так, а ты любишь его? Ну, как? Иуда Бенгор говорит, я научился любить. А вы? Он говорит, у меня сын остался только один. Она сразу, Господи, помилуй ее, в царстве небесном, умерла жена. Да не умерла, она полюбила друга. Как полюбила? Она сразу, как полюбила? Ну, разлюбила. Как же разлюбила? Бог дал, ты должна любить? Ух, племя антихристово. И пошла. Так, кажется, она сказала там? Да, да, да. Вот какое дело. Если мы это узнали, не надо на это напарываться. Не надо ничего там выискивать. Они отвечают за это. Но я им сказал. Христос говорит, кто не имеет сына, не имеет отца. Они говорят, как же вы верите? Бог единый в трех лицах. Это хорошо запомните. Единый Бог, не два Бога. Но есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Они нераздельно, и не слиянно. Как нам это слышим? Нам говорят. Дальше отводите. Да кто умирал? Бога человек. А кто страдал? Да вам это не надо знать, кто. Он умер за нас и воскрес. Вот из этой рамки не выходите. Если хотите быть успешными. И при том об этом, если ты работаешь, ты должен на всех молиться. Вот сегодня утром я встал, я встаю одинаково. Без 20, без 20, или это, 15 минут первого, я уже сижу. 15 минут первого, я уже с компьютером. Все. А в 4.40 брат встает тогда уже. Нас все, кто на молитве, одинаково. Один пишет. Илья Вичкутов. Какой интересный подлишко. А мне Вячеслав, который нынешний принимал крещение, и он говорит, он в работнике просится, насчитывает мои стихи. Но с аппаратурой не ладится. И сегодня я его не спрашивал. И он говорит, у меня мама, родители ушли к сектантам. Нео-протестантизм. Новые там падают, там всякое. И что? И мама моя, мама наткнулась, говорит, на ваш YouTube. Она искала ответы. И все, говорит, и папа, и мама вернулись в православие, и мама считает вас своим духовным отцом. Знать не знаю. А дальше он говорит, папа в семинарию поступил, но трудно дается там греческий язык. Зачем ему греческий-то язык? Да другие там языки-то. И он говорит, дальше-то что? Говорит, еще три человека пришли. Это у нас работа в интернете. Я даже про это, ну как я могу знать, когда... И он, когда просчитал, просчитал, или как там, где с отцом наумом-то, поехал в Грузию, и с отцом наумом уже сидят фотографируются. Видел, наверное? Понятно? То есть у нас идет очень большая работа. И поэтому, ну, просят люди, и мы даем им. Посещаемость на нашем форуме, на этом, на YouTube, 44 миллиона. 44 миллиона. Повторяю, каждый день больше тысячи. А мы-то вот группа. И люди находят новое и новое. Враги лютуют, бросают, я их блокирую, а они там в один день, ну где-то, снова где-то, новые правила будут. Так просто не будут. Они их заблокируют, и они уже, на своей администрации. Но, за меня помолитесь, у нас очень большой ресурс, 17800 роликов. и поэтому у нас монетизация идет, и там какие-то сотни долларов. Я прошу, в администрации, не берите. Это им идет. Они нас не будут терпеть, мы много места занимаем. Это тысячи, такого нигде в интернете больше нету. А люди, совершенно незначительные, на ролике, они находят утешение. Вот мы впервые увидели, как служба идет. Да что же у нас-то не делать? Посмотрели, как у нас одеты. Вот я понимаю, община. Мы обедаем. Настоящие люди, они же не едят, и то, и другое. Они, который находит, он везде находит хорошее, а у которого глаза подернуты пеленой гнойной, он сразу ко всему придирается. Я попутно хотел, попутно, есть такой был, Оскар Уайльт, философ, английский. И вот я дословно выписал. А то его нет уже, он умер. Я услышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня, что у меня, несомненно, сложилось мнение. Войточин, вы прекрасный человек. Если столько клевет, а если ничего не делает пьяница, кто его будет клеветать? Я это взял. Благодарю Бога за все. Вот это у меня самое главное, что я хотел сказать. Забыли. Кажется, Алифтина пишет, перепишите у ней. Сегодня ты заряди Коран, и ты сразу, тебе пойдет на русском языке. Лучшие переводы. Повторяю, не трожьте ничего у них. Не трожьте. Вот недавно было, Рамиль Шамстудинов, приезжает, разговаривает через стекло, как в тюрьме. И он сказал, папа, все хорошо, скоро домой. Не сказал ничего, теперь все это раскручивается. Ну и сказали, вот этих мы опустили, и тебе тоже будет. Сегодня ночью, жди гостей. А пусть это значит изнасилует. А это уже человек опущенный, к нему по-другому. Они легли спать. Он взял несколько обоим и расстрелял. Сразу 9 человек насмерть, не считая пораненных. Ну ясно дело. И спрашивают, ну почему же офицеры не сказали? Так он среди них. Вот он лежит. Да, он сам хотел. А теперь сбор подписи, что будет? Путину доложили, Шойгу, министру военных, и как называют там, вооруженных сил. Да. Это не просто так. Прошло маленько совсем времени. Там где-то около Хабаровска, в школе там эта стрельба была. Опять. Мне вот это вот. Ведите себя достойно. Но это мальчика спрашивает, ты, Равиль, о чем ты сожалеешь? Сожалею. Среди них оказались те двое, которые ко мне относились хорошо. Я их не знал, они лежат. Теперь хотят, что в таком состоянии, он был эффект, называется, статью. Он говорит, нет, другие, там уже психиатр работает. Он подошел к каждому и контрольный выстрел сделал в голову. На том свете будете разбираться. Он живет, а вас нету. И так что, в эту ночь опустили? Вы знали, кто это? Татарин. Он воспитан в этом духе, и он не позволит этого делать. До этого было как, чеченские ребята, счет с ними было, не пишут. Я знаю, что там, пригрозили где-то. А их всего, кажется, шестеро или восемь всего. Они захватили этот арсенал, забаррикадировались, пока из Чечни депутат не приехал, и пока не разобрались дела. Тогда только баррикады сняли. Никто не подойдет, стреляет подряд всех. Это другая нация, другая вера, это воины настоящие. Поэтому будьте осторожны. Я в армии служил с ними. Я не знаю как. Вот приехали, я чуть скажу, на Камчатке. Там туркмены, таджики, узбеки, но они рядом все-то. Ничего не знают. Моя, твоя, не понимай. Ну, снег кидать, моя, твоя, не понимай. Ну, их, конечно, чурки начинают. Я сразу начал ищут все три языка, чтобы помочь им. Так они вокруг меня, как говорится, пчелы. И что? Он не знает, что сказать. А есть надо. Свиней держат. В руки не берет. Ему вот так вот положат. И он вот так выходит в снег. Он вот так бросит свиньи. Вот так. Фух. И пошел дальше. У них есть нормы, которые молодежь, он ничего не знает. Но это он знает. Свиню есть нельзя. Иначе в свиню превратишься. Я говорю, в армии я больше всего понравились мне это эстонцы. Латыши-литонцы. Какие они все из себя работяги. Верные в дружбе. Ну, туда я и поехал, там и Христа нашел. Еще один вопрос. Чья работа? Сергей Павлович, где-то надо, говорит, приклеить надо. Где? Только по совету. Давайте. И, конечно, не в храме. На дверях, наверное. Так. Я не знаю, где. Перед входом это можно делать. Перед входом на дверях. Так. Перед входом сюда в храм. Так, пожалуйста, передайте. Такое доверие. Игорь Владимирович, это можно сделать. Папу, ты, Игорь Владимирович, я слышал, что отец приезжает у тебя? Да, приехал уже. Приехал. Вчера, да. Так, работай. Приглашай его в гости. Скажи, папа, тебе не запрещено. Я на его кровати сидел, когда у них был. Ну, он не против прийти. Ну, понятно. Сегодня не хочет. Славоватый такой он. А завтра знаешь как? Это Бог знает как. Все быстро меняется. Нет, нет, он готов уже. Готов, в принципе. Я готов, да, пойти. Так. Никаких событий не было. Но вот это вот у меня наработка. Я ее в городе написал и по интернету распространил. И там пошли сразу. Вниз ни один руку не держит. Кверху. Не трогайте никого. Не трогайте. Скажите, вот мы ссылаемся на вашу книгу. Три места. Они в одном месте находятся. Больше ничего не надо. А теперь знайте свое писание в Библии. Считайте. Прошу и умоляю, не касайтесь. А вот он такое-то сделал. Я предупредил. На мне вашей крови не будет. Не делайте этого. Женщина одна была за ним замужем за одним. А то пишут где-то в Москве или где. Разошлась. И потом один подошел и говорит а ты с этой Светкой то разошелся. То разошелся. Не знаю где-то. А я сейчас видел какого-то мужика привела. Мужика привела. Он уже женился на другое. Он по трубе залез в окно и обоих залезал. Я вообще это не понимаю. Это не по их книгам никак не сходится. Она свободная раз ты ее бросил. А возьми у Арбакайки как ее зовут у Пугачевой дочки она с чеченцем познакомилась. Родился сын Руслан. Развод они сына не отдают. До Пугачева дошла до этого Владимира Владимировича Путина. Он говорит я еще могу сделать это национальная обычная ты же знала куда шла. и теперь смедание тебе разрешается придешь но ясное дело что он будет знать все их а ее ничего будем а что он от нее научится петь песни то как его диспут был Жириновский он говорит нет того правителя под каждого лепевички не ложились бы и весь сказ так что знайте с ними воевать не надо у нас хорошее отношение с ними все еще есть у кого слово завершаем Геннадий сюда достойно есть всякого истину блажите тебя Богородицу лесно блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую Херубин и славнейшую без сравнения серафим безыстрения Бога слово родшую сущую Богородицу тебя величаем Господи защити Родину нашу от нашественных племенников от внутренних расприят беззакония которые втани останови делающих зло просвети правителей страны нашей чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих так же просвети и защити людей не познавших тебя обрати к истине чтобы божественную любовь тебя коснулась каждого сердца священники которые не служат тебе как должно пусть покавятся в небрежении своем и проповедуют смело и на славном обоисуйся Христе господи господи боже наш отец господи слушает слушает и дослышит раб твой господи на славу на славу аминь аминь я добавлю в одну минуту вы знаете что у нас очень неблагополучно так называемая демографическая обстановка в стране за время перестройки убита в очереди матери 120 миллионов людей абортов миллионов это франция внутри и в стране у нас в российской федерации только один глава администрации который запретил аборты и говорят поставил под уголовный кодекс кто это рамзан ахматович кадыров он герой россии он герой не по той награде которому вообще герой он закрыл ворота откуда все эти шли взрывы и прочее один его столько покушений в господь его хранит молитесь о нем всегда вы помните у мусульман среднем семье восемь целых одна десятая ребенка у русских одна целая 80 еще непонятно чтобы обстановку поправить примерно 30 лет надо чтобы каждая женщина рождала не меньше действительно это уже не будет поэтому до самого байкала китай исчезает такие миллионы даже не верится но в москве рамадан был у них они выше на намаз миллион двести тысяч стоят ровно все улицы все запружены это михалков об этом пишет никита режиссер я посмотрел на снимки женщина с работы не пройти ничего нельзя двести тысяч было не двести года миллион двести я не знаю за цифрой не обращаюсь но улицы показывать широкие московские улицы от стены до стены все занято и когда у них тот самый большой мечей в европе открывали владимир владимирович путин был на этом торжестве нам не враждовать надо у нас барнауле очень хорошее отношение так называемое межконфессиональное у нас не вражды и ничего здесь нет молитесь об этом нам мир нужно не война я не которые мусульмане заходят и другим передают мы встретили человека русскому вот настоящий христианин тут другой какой я есть это бог решит мы показаны берем примеры у них стопроцентная сохранность девушек до брачной ночи а у нас разводов на сегодняшний день в первые три года после только жизнь 86 процентов это вообще с ума сойти а крупская говорила 17 процентов национальная катастрофа детей куда нищету а нас отец без руки с матерью полкласса не кончили 10 ребятишек бедность конечно было но ни одного больного нету все как есть вот я могу вот у нас алексей семенович здесь его мать агата степановна в школе лиги вызвали спросили вот такие дети хорошие все как их воспитывать никто не воспитывал они просто живут и глядят как мы трудимся она права вот он сидит подтверждает мудрости много не надо надо жить мудро отец его у меня у него прозвище было хороший человек на рыжковский приехал один ну зашли мы туда сеть железно а ничего нет а жена на берегу старобрядка удастся в алюба ну я говорю я собирался с кем-то пойти с семеном с этим с вашим отцом а она не знает а я сказал это я хотел тут прийти с хорошим человеком вроде в грязь загнал ты твоего мужа а что мой муж плохой получилось то из-за разговора так уже понять он всегда с моим отцом и себя дружил и это мой крестник еще мы молимся алексей каждый день поминаем вас чтобы бог дал вам здоровье у вас есть опыт и сердце доброе попроси ревности в деле божьем чтобы жена пришла дети это жизнь мгновения и там на той стороне уже ничего нельзя сделать и когда мы умрем богу слава аминь и смотрите